всем привет в этом видео хочу показать свои новенькие сингониума получил тут несколько разных посылок с разным временным промежутком и чтобы по одному по два растения вам не показывать решил отснять сразу вот все и показать одним роликом сразу все растения то есть они от разных продавцов какие-то я покупал в городе какие-то на опционе вот и сейчас я вам их все сразу покажу то есть меня коллекция еще прибавилось сразу на 4 на 8 на 7 сортов один я вам покажу результат и почта сам конце вот такой смотрите прекрасный сингониум line line green методы серебряные листики и по краям вот такая зеленая окантовочка идет очень такой плотный достаточно лист черенок двумя листиками вот 3 домашний свой разворачивается хорошо перенес дорогу и вот сейчас уже скоро нужно будет его пересаживать тут к сожалению мне ничего не получилось расчеренковать поэтому будем доращивать и потом уже его буду резать чтобы был пушистый куст пока что вот он выглядит вот так вот ну как бы ничего такого особенного но что-то меня цепляет в таких растениях серебряными именно листьями то есть мне чем-то они очень нравятся следующий вообще очень красивый пин пинг спот триколор называется есть red spot триколор есть просто red spot а этот пинг спот я так понимаю это мутировший от пинг от пинка от розового в общем смотрите он такой двухцветный достаточно дорогой сорт получилось у меня купить вот такую вот маленькую совсем деточку то есть листики у нее не крупные увидите да по сравнению с рукой но должны быть крупнее и вот домашний свой первый домашний листик у меня это растение развернула и вот такой вот он наполовину уже розовый очень надеюсь что он меня не позеленеет не прозовеет я его поставлю на естественное освещение и он у меня будет стоять на естественном освещении ну вот такой собственно говоря и еще один такой необычный сингониум у меня есть похожий на него три короля называется этот товарищ называется т25 чем-то похож кстати на три короля не знаю нужно подождать более взрослые когда растение будет у него наверное более узкие листья или что не знаю но расцветка листа очень похоже на три короля не знаю нужно взрослого ждать т25 тоже дорогим относятся следующий у меня винду ланди раунд лиф у меня есть немножечко другой винду ландию с более узкими листьями этот более округлый его я купил в городе пришлось ехать но вот я его заглубил он был маленьком стаканчике посажены буквально недели не прошла я его заглубил это кстати срез это не макушка промежуточный я его заглубил и вот у него уже здесь можно разглядеть растет такая такая маленький вот он серединке видно до разворачивается новый отводок растет вот тут уже сквозь стаканчик новые корни свои домашние нарастил ну то есть все прям супер так следующий 5 вот этот товарищ холли им называется он у меня очень плохо перенес дорогу ну во первых такой маленькая хлюпенька растения посмотрите видите желтит листья очень надеюсь что он меня стоит пока что в боксе но что меня порадовало это вот домашний корешок он пробился через стенку стаканчика и вот чем удобно пластиковые стаканы да и вообще прозрачные какие-то емкости можно наблюдать за развитием корневой системы вот то есть но уже как бы вот эти листья они потом со временем я их срежу и они сами отомрут а новые красивые уже домашние вот он уже свой домашний начинает развивать вот такой вот маленький черенок не хлюпеньки совсем достался но тем не менее сингониумы очень живучие растения и можно вырастить даже из таких люпеньки хлюпиков так следующие у меня сингониум австралия очень красивый сорт можете посмотреть как он выглядит во взрослом состоянии бесподобный в общем он зеленый достаточно такой относится коллекционным не из дешевых сортов вот они домашние смотрите корешки очень красивый он приехал мне с двумя листьями но вот и и оба эти два листа которые с которыми он приехал он у меня скинул такую иногда бывает но ничего страшного эти два уже домашних пока смотрю наблюдаем вроде бы без флоральных условиях домашних просто хорошо растет вообще принципе неприхотливыми мне показались некоторые сингониумы смотрим ждем растим будем расти так следующий я не помню на этом меткам все-таки показывал imperial yellow в общем приехали ко мне практически зеленые листья и один вот с такой варегатность сюда непонятный по ней сразу не скажешь варегатная желтым она или нет но вот он уже полностью практически созревший лист он уже такой достаточно плотный и вот посмотрите у него уже все признаки проявились практически до желтый варегатность есть кроме того этот череночек был достаточно длинный и мне удалось его расчеренковать аж на целых три из одного то есть из одного черенка я получил целых три растения и вот такой вот экземплярчик у меня вот растет вот это вот макушечка и она прям такая яркая варегатная очень симпатичная растет и те два промежутка получаются у меня тоже уже тронулись в рост вы посмотрите вот они они растут это промежутки сколько прошло времени я не приблизительно месяц-полтора где-то прошло времени от момента покупки черенка до вот такого вот состояния то есть ну вы видите скорость роста очень достаточно быстро и размножается он тоже легко и быстро то есть ну как бы посмотрим империал white белый растет очень быстро очень быстро я думаю что это тоже будет расти достаточно быстро то есть ему нужно сначала как разогнаться дать хороший старт и тогда он себя проявит а так вот варегатность даже на черешках вот я смотрю проявляется то есть потенциал растения хорошие будем ждать и наблюдать за его развитием следующий я вам хочу показать red spot tricolor вы помните у меня была проблема с этим сортом да он вообще дорогой очень дорогой но у нас в россии он не особо дорогой в основном он дико дорогой почему-то особенно в таиланде и где-то в европе то вообще какие-то космических денег он стоит он у меня начинал разоветь то есть ну вот прям вот розовые все листья становились я не понимаю вообще в чем причина я его поставил на естественное освещение пока еще говорить рано о каких-то прям твердых таких результатах да что прям да это вот она это панацея все-таки я смотрите вот новый домашний листик на естественном освещении увидеть сколько зеленого проявилась я подозреваю склонен до обсуждать что это все-таки от нехватки естественных солнечных лучей думаю что солнечном спектре есть что-то такое что вот влияет на это по-любому мы искусственными лампами это все воссоздать не сможем поэтому вот такие вот капризные сорта как симгониум и red spot 3 color например да вот капризный вот он у меня капризный у кого-то кто-то напишет кого-то в зелень уходит до у кого-то еще куда-то вот у меня он уходит в розовый цвет не знаю уж каких лучей ему там не хватает в плане питания кормлю очень-очень хорошо кроме того я его пересадил вообще очень питательный грунт и даже по пролонгирующих удар удобрений вот именно ему я добавил думаю ну вот ешь чтобы тебе все было скорости роста он у меня пока достаточно медленно растет не знаю у кого как у меня это пошло какое-то мучение с ним происходит в общем смотрим наблюдаем что будет дальше на этом принципе у меня все вот такие новиночки я получил не знаю но посмотрите да вот такой череночек собственно говоря красавцы очень понравился вот этот pink spot be color надеюсь он сохранит всю свою вот эту оригинальность розовая зелененькая как куда двухцветность вот эту сохранил и порадовал что я смог найти вот этот вот более широким листом биндванди тоже супер класс супер класс вот такие у меня новинки сингониума надеюсь вам они тоже понравились всем спасибо за просмотр и пока пока